Девушки отдыхают Валимидин! В связи с закрытием завода-производителя выпуск препарата был прекращен. В настоящее время, в ответ на обращение специалистов, производство Пророксана возобновлено под торговым наименованием Вегетрокс. Вегетрокс применяется в качестве симптоматического средства при панических атаках, соматоформной вегетативной дисфункции симпатоадреналового типа. Вегетрокс не относится к психоактивным средствам, не вызывает зависимость и привыкание. Вегетрокс – скорая помощь при панических атаках. Уважаемые коллеги, сегодня мы поговорим с вами о проблеме билярных дисфункций и методах их лечения. Эта проблема, впрочем, как и большинство медицинских проблем, весьма актуальна, поскольку большое количество пациентов страдает этими заболеваниями. Эти заболевания связаны тесно с камнеобразованием в желчных путях. И поэтому, мне кажется, что вначале, прежде чем мы будем говорить о нозологических формах как таковых, мы вспомним немного о биохимии желчи и о проблемах физиологии и функционирования билярной системы, потому что только вспомнив это, мы сможем понять и клиническую симптоматику нозологических форм, и сможем понять принципы их лечения. Итак, что же мы будем с вами обсуждать? Элементы физиологии гепатобилярной системы. Вот состав желчи. На 67% желчь состоит из желчных кислот. Это чрезвычайно важный компонент желчи, который необходим для нормального пищеварения. И любые изменения в дебите желчных кислот, изменение состава этих кислот, процентное соотношение различных желчных кислот, все это приводит к нарушению процессов пищеварения. Вторым важным компонентом являются фосфолипиды, и прежде всего это лицетин или фосфатидилхолин. Он составляет 22 относительных процента в составе желчи. И, кроме того, конечно, у нас есть белковая составляющая желчи, и те компоненты, которые желчь экскретирует, для того, чтобы потом они были выброшены скалом из нашего организма. Это не только холестерин, что очень важно, но также определенное количество билирубина и различные органические анионы, растительные стероиды и некоторые металлы. То есть такая функция очищения идет. За сутки синтезируется от полулитра до полутора литров желчи. Это зависит от количества принимаемой пищи и от ее состава, такое различие. Средняя вместимость желчного пузыря здесь приведена. И важно подчеркнуть, что ширина общего желчного протока у больных с сохраненным желчным пузырем от 2 до 6 мм, а после холецистектомии проток расширяется, как бы частично выполняя функции резервуара, которого уже нет. Резервуар – это желчный пузырь. Но это расширение не должно быть значительным. Вот здесь я привожу две цифры. И если после холецистектомии диаметр, ширина желчного протока превышает 10 мм, это уже должно насторожить врачей, потому что это может быть признаком патологических изменений. Мы об этом потом скажем более подробно. Как же участвует желч в процессах пищеварения? Гидролиз нейтрального жира. Стимуляция функции поджелудочной железы. Прежде всего за счет самих желчных кислот. Участие в каскадном процессе липолиза. Эмульгирование жиров. То есть образуется стабильная форма с большой поверхностью. Активизация моторных функций кишечника. Прямой эффект желчных кислот на моторику кишечника. И опосредованный эффект за счет повышения тока жидкости в просвет кишки и повышения внутрепросветного объема и давления. Прежде всего значим прямой эффект желчных кислот. Чрезвычайно важная функция это предупреждение избыточного бактериального роста в кишечнике. Особенно в тонкой кишке естественно. И вот синдром Сиберс, синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке. Одной из причин своего развития имеет именно недостаток желчных кислот. Ну и кроме того желчные кислоты подавляют развитие целого ряда кишечных гельминтов. Еще одна чрезвычайно важная функция участвуя во всасывании жирорастворимых витаминов. Без желчных кислот это всасывание нарушено. Теперь желч стимулирует выделение таких важных гастроинтестинальных гормонов как холецистокенин и секретин. Мы потом поговорим о том что делают эти гормоны и почему чрезвычайно важно их сочетанное действие. Желчные кислоты регулируют также гомеостаз триглицеридов. Это тоже важный момент потому что с отложением триглицеридов в гепатоцитах начинается процесс формирования жирового гепатоза как первой стадии неалкогольной жировой болезни печени. Желчные кислоты стимулируют секрецию слизи самой желчи. А слизь желчи играет защитную роль блокируя бактериальную адгезию. Что же касается лицетина, то он защищает эпителии белярного тракта и играет роль в сулиблизации холестерина. Желч способна прекращать действие желудочного сока. Не только снижая кислотность желудочного содержимого, который поступает из желудка в 12-перстную кишку, но и путем инактивации пепсина. Это очень важный момент. Дело в том, что переход от первоначального пищеварения в кислой среде, в желудке, к перевариванию в нейтральной или слабо щелочной среде, что осуществляется в тонкой кишке, это древнейшее эволюционное приобретение. Оно типично для всех не только высших животных, но даже для одноклеточных организмов, у которых в пищеварительных вакуолях поддерживается сначала кислая, а потом щелочная реакция. Это древнейший способ переваривания пищи. Белки желчей, иммуноглобулины, оказывают бактериостатическое действие. И, наконец, желчные кислоты регулируют собственную энтерогипотическую циркуляцию. Чрезвычайно важный процесс, о котором нужно сказать особо. В нем участвует печень, в нем участвует кишечник и в нем участвуют микрофлора. В печени осуществляется биосинтез первичных желчных кислот из холестерина. В основном это две желчные кислоты, они здесь перечислены. И это достаточно сложный процесс. Не менее 14 ферментативных реакций обеспечивают биосинтез первичных желчных кислот из холестерина. И важно подчеркнуть, что это обеспечивает 40% ежедневного удаления холестерина из организма. То есть это один из главных механизмов холестеринового гомеостаза. При его нарушении холестерин остается и, в частности, откладывается в сосудах. Общий пул желчных кислот всего-навсего 3 грамма. Мы потом остановимся на этой цифре. Секреция первичных желчных кислот происходит всегда в виде коньюгатов. Или с глицином, или с таурином. В кишечнике происходит обратное всасывание. До 90-95% вступающих в кишечник желчных кислот всасываются. Причем в проксимальном отделе тонкой кишки всасывание коньюгированных желчных кислот, а они всегда поступают в кишечник в коньюгированном виде, оно затруднено для более полного обеспечения их роли в процессах пищеварения. Возвратные желчные кислоты ингибируют фермент, который лимитирует выработку желчных кислот печенью, для того, чтобы не вырабатывалось повышенное количество желчных кислот, поскольку происходит их рециркуляция. В зависимости от вида кислоты, от 40 до 90% активно захватываются печенью после их всасывания в кишечники и попадания обратно в печень через воротную вену. Эти желчные кислоты секретируются в желчные канальцы и поступают затем снова в кишечник. При этом менее 5% желчных кислот являются вновь синтезированными, остальные рециркулируют. Что же делается в кишечнике? Первичные желчные кислоты подвергаются с помощью микрофлоры дегидроксилированию с образованием вторичных желчных кислот, прежде всего дезоксихолиевой. Ну и в результате десульфации сульфатов первичных желчных кислот образуется литохолиевая кислота. Вторичные желчные кислоты образуются практически исключительно под влиянием микрофлоры кишечника. Микрофлора кишечника осуществляет биотрансформацию желчных кислот, а также холестерина, стероидных гормонов в процессе этой энтерогепатической циркуляции. То есть нам важен нормально функционирующий кишечник и нормальный состав микрофлоры, чтобы у нас энтерогепатическая циркуляция желчных кислот проходила в норме. С фекалиями экскретируется до 10% желчных кислот. Это приблизительно 0,6-1,2 грамма в сутки. Это соответствует их стандартному синтезу в печени для возобновления тех желчных кислот, которые экскретируются. Максимальная возможность синтеза в печени несколько большая, но не нужна такая нагрузка на печень. Энтерогепатическая циркуляция осуществляется несколько раз в сутки. Это зависит от режима приема пищи и от состава принятой пищи. И при относительно малом пуле желчных кислот, суточном, я уже говорил, это 3 грамма, за счет рециркуляции билярная секрета составляет от 12 до 36 граммов в сутки, что очень важно и обеспечивает нормальное пищеварение. При сравнительно небольшой нагрузке на печень с точки зрения синтеза новых желчных кислот. Теперь, что касается третичных желчных кислот, это прежде всего урсодезоксихолиевая кислота, чрезвычайно важный компонент желчи. Она образуется в кишечнике и печени под действием бактериальной микрофлоры из вторичных желчных кислот. Причем гидрофильная урсодезоксихолиевая кислота составляет до 5% всего пула желчных кислот. Эту цифру нужно запомнить, потому что мы будем потом говорить о лечении препаратами урсодезоксихолиевой кислоты, которая будет менять в пуле состав этих желчных кислот. Вот здесь схема образования желчных кислот в таком упрощенном виде. И я здесь подчеркиваю, смотрите, литохолиевая кислота, она токсична. Она токсична, это вторичная желчная кислота. Она гидрофобна, она липофильна. А урсодезоксихолиевая кислота, она гидрофильна. Она полезная для нас кислота, она не разрушает липиды мембраной, что очень важно, потом мы будем говорить о забросе содержимого тонкой кишки, в частности, в желудок. Вот еще одна схемка, которая показывает эту циркуляцию, энтерогепатическую циркуляцию и с цифрами этого процесса. И еще одна схемка, которая тоже позволяет оценить у нас и первичные желчные кислоты, вторичные желчные кислоты, и о том, как они здесь рециркулируют, и значимость у нас 12-перстной кишки, куда они попадают, и подвздошная кишка, из которой они всасываются, впадает в воротную вену. Это действительно циркуляция. Что влияет на энтерогепатическую циркуляцию? Нарушение функции леоцикального клапана, ускорение скорости тонкокишечного транзита, наличие холестаза, СИБР, то есть избыточный бактериальный рост в тонкой кишке. Эти нарушения, как каждая в отдельности, так и особенно, если они все представлены у пациента, приводят к подавлению нормальной деконьюгации и потере большого количества желчных кислот с калом. При этом возникает нарушение всасывания жирорастворимых витаминов, при этом может возникнуть холестериновый холилитиаз, оксалатный нефролитиаз. Так что, как видите, нарушение на любом из этих уровней у нас может привести к патологическому процессу. С другой стороны, у больных СИБР может возникнуть преждевременная деконьюгация желчных кислот и избыточное всасывание по всей поверхности кишки. Замедление же кишечного транзита приводит к увеличению пулы рециркуляции наиболее токсичной литохолиевой кислоты. Так что любые нарушения, как с точки зрения микробиоты, так и с точки зрения функции кишки, приводят к нарушению энтерогепатической циркуляции. Желчный пузырь. Это разорвуар, собственно говоря. И три основные функции. Накопление желчи, абсорбция воды электролитов и сократительная функция, с помощью которой желчь порциями поступает через большой доденальный сосочек 12-перстную кишку. Прием пищи стимулирует сокращение желчного пузыря с помощью как центральных механизмов, так и локальных гастрододенальных рефлексов. В частности, повышение тонуса блуждающего нерва, а также локальные рефлексы из других отделов желудочно-кишечного тракта. Но огромную роль играет гуморальная регуляция, и здесь решающая роль принадлежит холецистокенину. Степень опорожнения желчного пузыря во время еды определяется в основном составом пищи. Максимальное опорожнение происходит в течение первых 90-120 минут после приема пищи, и пузырь остается сокращенным, пока продолжается поступление пищевого химуса из желудка в 12-перстную кишку. А через 1-2 часа после приема жидкой пищи, через 3-4 часа после приема смешанной пищи, начинается заполнение желчного пузыря. Вот здесь показаны, еще раз упомянуты эти функции желчного пузыря, и напоминаю вам картинку билярного тракта схематическую, и вот здесь будет еще картинка более подробная с изображением большого дуоденального сосочка. Итак, сокращение пузыря стимулирует холецистокенин, при этом он расслабляет сфинктородии. Это чрезвычайно важно, чтобы это происходило синхронно. Усиливает действие холецистокенина глюкогон, а также секретин. Ну и другие здесь перечисленные гастроэнтестинальные гормоны. Однако, еще раз подчеркиваю, что основную функцию несет холецистокенин. Тормозят сокращение желчного пузыря. Вот перечисленные здесь биологически активные вещества. У соматостатина, возможно, двойной эффект. Он может и стимулировать желчный пузырь, и тормозить его сокращение. Надо сказать, что накопление желчи в пузыре происходит не только в межпищеварительный период, но и импульсно. И частые короткие периоды наполнения желчного пузыря и его поражения постоянно чередуются, в том числе и в межпищеварительный период. Обычно тогда он опорожняется на 20-30%, а после приема пищи на 70-80%. Но все-таки это зависит, конечно, и от состава принимаемой пищи. Сфинктородии. Это фиброзно-мышечный футляр, который окружает конечные участки общего желчного протока, панкреатического протока и их общего канала вместе прохождения этих структур через стенку двенадцатиперстной кишки. То есть практически мы имеем три сфинктра в составе большого доденального сосочка. Три структуры. Сфинктр самого большого доденального сосочка, он называется сфинктр Вестфаля. Он обеспечивает разобщение протоков с двенадцатиперстной кишкой. Сфинктр общего желчного протока и сфинктр панкреатического протока. Важно подчеркнуть, что мускулатура сфинктраодии не зависит от мускулатуры двенадцатиперстной кишки. То есть сокращения двенадцатиперстной кишки не повлияют на сфинктродии. Вот здесь он, вот все эти три сфинктра здесь и фигурируют на этой схеме. И естественно, что очень важная роль это предотвращение рефлюкса содержимого двенадцатиперстной кишки в холедах и главный панкреатический проток. Если это происходит, то у нас опасность развития соответствующих заболеваний. Три основные функции сфинктераодии. Регуляция тока желчи и сока поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку. Предотвращение рефлюкса, о котором я говорил. И обеспечение накопления печеночной желчи в желчном пузыре. Необходимо вспомнить, я надеюсь, что этот термин известен, мигрирующий моторный комплекс. Периодическое поступление желчи в двенадцатиперстную кишку синхронизировано с пропульсивными движениями тонкой кишки за счет работы мигрирующего моторного комплекса. Двенадцатиперстная кишка, вот я здесь цитирую двух авторов нашего современника, хирурга, академика Савельева и нашего великого физиолога, академика Уголева. Он назвал двенадцатиперстную кишку гипофизом желудочно-кишечного тракта. И двенадцатиперстная кишка выполняет роль, если использовать музыкальную терминологию, первой скрипки в пищеварительном оркестре. Для того, чтобы осуществилось нормальное пищеварение, нужно сочетанное и единое действие очень многих компонентов, своего рода пищеварительный оркестр. И вот двенадцатиперстная кишка, она как бы является модулем и, ну, скажем так, первой скрипкой, может быть, этого оркестра. Существует, по крайней мере, три пейсмекера моторного комплекса, мигрирующего в пилорическом отделе желудка, в луковице двенадцатиперстной кишки и в околососочковой зоне двенадцатиперстной кишки. И практически мигрирующий моторный комплекс двенадцатиперстной кишки – это проложение волны сократительной активности гладкой мускулатуры, которая возникает в желудке и двигается дистально. Мы подразумеваем под этим комплексом серию распространяющихся высокоамплитудных потенциалов, и когда один такой потенциал достигает подвздошной кишки, другой возникает двенадцатиперстной, и процесс продолжается. Важно подчеркнуть, что полная внешняя денервация кишечника не влияет на инициацию или распространение мигрирующего моторного комплекса. Это самостоятельно функционирующий пейсмекер. Это очень важно. Вот здесь схематически указаны фазы мигрирующего моторного комплекса. Первая фаза относительно секреторного и двигательного покоя. На второй фазе происходят сегментирующие маятникообразные движения. Вот они здесь показаны. Здесь вот показаны они. А фаза третья – это распространение мигрирующего моторного комплекса по кишечнику в максимально дистальном направлении и, соответственно, проталкивание пищи каудально. Таким образом, необходимо подчеркнуть, что местная и общая саморегуляция возникает сопряженных функций. Желчного пузыря, сфинктера, одзи, двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы. Причем это нервная регуляция. Она симпатическая, парасимпатическая. Различные нейромедиаторы. Некоторые из них здесь перечислены. И гормональная регуляция. Прежде всего, холецистокенин. А также мигрирующий моторный комплекс. Вот это еще не все, но основные моменты, которые обеспечивают синхронность всех этих процессов. Еще мы должны вспомнить, особенно в контексте той темы, о которой мы говорим, о билярных дисфункциях, о висцеральной гиперчувствительности и психоэмоциональных нарушениях, которые очень важны и с точки зрения возникновения висцеральной гиперчувствительности, и с точки зрения влияния на функции билярной системы. Вот здесь я привожу определение боли. Это предложено Международной ассоциацией по изучению боли. И нужно сказать, что формирование хронической боли в большой степени связано с комплексом психофизиологических факторов. В большей, может быть, мере, нежели с интенсивностью и характером периферического воздействия. Это тоже надо иметь в виду. И важную роль возникновения хронической боли играет депрессия, так называемый синдром депрессия-боль. То есть хроническая боль иногда может быть единственным проявлением скрытой депрессии. И у гастроэнтрологических больных это очень часто бывает. И вот, как видите, по данным профессора Вейна, различные психоневротические расстройства, в том числе акцентуация личности, имеют место у почти 90% гастроэнтрологических больных. Это очень важно. Центром управления соматической регуляцией эмоций является лимбическая система. И различные психосоциальные факторы способны формировать нарушения физиологии пищеварительной системы и висцеральной гиперчувствительности различных дискинезий. Мы уже говорили с вами при наших прошлых встречах о знаменитой оси брейн-гад. Ее можно иначе назвать ось гад-брейн, потому что толстая кишка, кстати, резонатор эмоций. Без здоровой толстой кишки не может быть хорошего настроения у человека. Так что вот эта ось брейн-гад, она играет очень важную роль и в развитии дискинезий желчеводящих путей. Здесь представлены некоторые биологически активные вещества, которые влияют на висцеральную гиперчувствительность. Итак, переходим к дисфункциональным расстройствам билярного тракта. Здесь представлено определение. Оно, я думаю, общеизвестно. Я зачитывать его не буду. И здесь, как видите, фигурирует понятие висцеральной гиперчувствительности. Поэтому мы о ней и вспоминали. Кодирование по МКБ-10. Видите, сколько всяких возможностей. Причем здесь терминология, которую мы сейчас предпочитаем не употреблять. В частности, дискинезия желчного пузыря и желчных путей. Желчные пути не очень хорошо. Мы говорим сейчас о дискинезии либо желчного пузыря, либо дискинезии сфинтроиде. Но вот здесь выделен спазм сфинтроиде. Действительно, чаще всего именно спазм сфинтроиде. Он имеет свою кодировку. И, конечно, для нас очень важен К-91-5. Это постхолецистоктомический синдром, о котором мы будем сегодня говорить, естественно. В МКБ-11 будут внесены изменения. Кодировка не будет повторяться. Первичные дискинезии – это функциональное заболевание, естественно. До 15% всех вариантов дискинезии. Здесь перечислены некоторые причины, которые могут привести к первичным дискинезиям. Чаще мы встречаемся со вторичными дискинезиями. Опять-таки, огромное количество заболеваний, причем как заболеваний пищеварительной системы. Прежде всего, конечно, болезни верхней половины живота, так называемой. То есть, холедохогастродонально-панкреатической зоны. Но и нижележащих отделов также. И, кроме того, заболевания, которые непосредственно относятся к другим органам и системам. В том числе, кстати, применение лекарств, нарушающих реологию желчи. Правда, по некоторым классификациям эту группу дискинезии относят к первичным. Но это, на мой взгляд, не принципиальный вопрос. Нужно сказать, что имеет место синдром перекрестнофункциональных нарушений. Это связано и с общностью патогенеза. Вспомните, мы говорили о лимбической системе. А вестеральная гиберчувствительность, она, естественно, касается не только билярной системы. Это функциональный запор. Это синдром отраженной кишки. И функциональная желудочная диспепсия, безусловно. Эпидемиология. Ну, вот, как видите, до 20% взрослого населения страдает дискинезиями желчеводящих путей. Это такие усредненные, конечно, цифры. Больше болеют женщины. По всей видимости, самое важное – это влияние эстрогенов на литогенность желчи и моторику желчеводящих путей. Теперь, что касается холецистектомии. То как раз нарушение функции сфинтрооди наблюдается, скорее всего, после холецистектомии. И возникает оно достаточно часто, это нарушение функции сфинтрооди. Но клинически проявляется не так часто. Кстати, последнее время уменьшилась частота проявлений нарушения сфинтрооди после холецистектомии. Я сейчас приведу сравнительные цифры. Что же касается возможности развития дисфункции сфинтрооди при сохраненном желчном пузыре, то вот в последних клинических рекомендациях, которые я здесь цитирую, ссылка дана внизу, я буквально процитировал то, что там написано, сказано, что такая возможность пока не доказана. Но я думаю, что это может быть, тем более, что сохраненный желчный пузырь, ведь это не значит всегда здоровый желчный пузырь. Возможно, если у нас совершенно здоров желчный пузырь и нет литогенной желчи, то у нас не будет действительно дисфункции сфинтрооди. Но ведь далеко не всегда сохраненный желчный пузырь, здоровый желчный пузырь. И вот если он нездоров, там могут быть аномалии формы пузыря, генетически детерминированные, скажем, сужения в области шейки пузыря, искривления желчного пузыря, холестероз желчного пузыря и так далее. При этом, естественно, может быть и дисфункция сфинтрооди. Так что вот это выражение надо понимать именно в том смысле, что дисфункция сфинтрооди маловероятна при совершенно здоровом желчном пузыре. Варианты дискинезии. Значит, я уже сказал, вот именно они сейчас так именуются. И какие же располагающие факторы? Во-первых, конечно, литогенность желчи, то есть перенасыщенность холестерином. Это вызывает нарушение сократимости мышечных волокон. Микролиты, кристаллы желчи могут повреждать слизистую оболочку. Это очень острые кристаллики, очень острые. И они повреждают слизистую оболочку и желчного пузыря, и сфинтрооди, когда они выбрасываются в 12-перстную кишку. Возникает субклиническое воспаление, а это, в свою очередь, может привести к повышенному выделению целого ряда биологически активных веществ, активизации перекисного окисления липидов, что нарушает, опять-таки, реакцию миоцитов на различные гормональные стимулы. Наконец, роль повышенной чувствительности желчных путей и слизистой оболочки. Вот та висцеральная гиперчувствительность, о которой мы говорили. Она может быть и приобретенной, а может быть и генетически детерминированной. Роль перенесенных инфекций и паразитов, в частности, тех же лямбли, которые не вызывают воспаления в прямом смысле. Холецистита не будет лямблиозного. Таких холециститов нет. Но они могут изменять реакцию слизистой оболочки на соответствующую стимуляцию. Нервно-психические факторы. При дискинезии желчного пузыря происходит приходящая функциональная обструкция в области шейки пузыря. Из-за этого объем сокращения желчного пузыря оказывается недостаточным. Изменяется динамика его сокращения, повышается давление в шейке желчного пузыря, и это вызывает болевые ощущения. Что же касается дискинезии сфинтроодии, то после холецистектомии у нас возрастает объемная нагрузка на общий желчный проток и повышается давление в билярном отделе сфинтроодии. Раньше считалось, что именно этот механизм является ведущим. Но сейчас стало ясно, вот я цитирую, правда, может быть, уже не сейчас, это работа, слава богу, 1991 года, выявлен и доказан так называемый холецистоксфинтранный рефлекс. И повреждение нервных путей и нарушение этого рефлекса чрезвычайно важно в развитии спазма сфинтроодии. Ну и кроме того, после операции снижается расслабляющее действие холецистокенина на сфинтроодии. Я напоминаю вам, что холецистокенин стимулирует сокращение желчного пузыря и расслабление одновременно сфинтроодии должно быть синхронизировано. Когда у нас пузырь отсутствует после холецистоктомии, холецистокенин не обладает таким активным расслабляющим действием на сфинтроодии, потому что нет сокращения самого желчного пузыря. Наконец, возможно развитие воспаления фиброза в ткани попиллярной зоны сфинтроодии. И выявляются изменения мышечных волокон сфинтроодии, которые связаны с мышечным слоном 12-перстной кишки. При этом происходит повышение давления в панкреатическом отделе уже сфинтроодии. И все эти факторы могут приводить к приходящему спазму или даже к органическому стенозу сфинтроодии. Иногда выделяют первичную дискинезию сфинтроодии за счет мышечного гипертонуса. При этом повышение базального давления происходит сфинтроодии и высокоамплитудное его сокращение. Выделяют также первичный стеноз сфинтроодии с вторичной дискинезией, когда имеет место фиброз сфинтроодии, железистая или мышечная гиперплазия и, соответственно, обструкция просвета сфинтроодии. И, наконец, вторичный стеноз сфинтроодии с вторичной дискинезией. Это травма, скажем, прохождение камня и иногда хирургическая эндоскопия. Воспаление и фиброзирование развиваются и условия литогенной желчи, холестероз желчного пузыря. Это один механизм. Другой механизм – инвицированная желчь, воспалительные заболевания, скажем, дуодениты, панкреатиты, болезнь крона. Ну и, естественно, опухоль, когда у нас обструкция просвета желчного пузыря. Обратимся к римским критериям 4 2016 года. Выделяет следующие варианты дискинезии. И1 – билярная боль, И1 – функциональное расстройство желчного пузыря, ну и так далее вы здесь видите. Мы сейчас поговорим об этих вариантах. Надо сказать, что римские критерии пишут о билярной боли. Здесь дается характеристика билярной боли, она тут написана. И дальше вы видите, что боли длятся 30 минут и более и чередуются с безболевыми интервалами. Причем приступы могут возникать совершенно разными интервалами, могут быть в ночное время. Возможно, тошнота и рвота, не приносящие облегчения. И, что очень важно, боль не связана с дефекацией, с изменениями положения тела или с приемом антисекреторных препаратов и антоцидов. То есть мы отбрасываем другие причины болевого синдрома в эпигастрии и правом подреберии, которые могут быть связаны с другой патологией желудочно-кишечного тракта. Когда мы говорим о функциональном расстройстве желчного пузыря, это И1А по римским критериям, то диагностические критерии здесь, видите, представлены. Значит, билярная боль, о том, что это такое, вы видели предыдущий слайд. Отсутствуют камни и сладж. Сладж – это уже первая стадия желчнокаменной болезни, его не должно быть. И нет структурных изменений желчного пузыря по данным трансабдоминального УЗИ. Снижение фракции опорожнения желчного пузыря менее 40% по данным УЗИ-холецистографии или билиосцинтиграфии. И нет изменения показателей печеночных ферментов, нет нарастания прямого билирубина, а также ферментов, связанных с патологией поджелудочной железы, то есть нет повышения в крови уровня амилазы или липазы. Вот это диагностические критерии функционального расстройства желчного пузыря. Функциональное расстройство сфинктраодибилярного типа И1Б, болибилярного типа, транзиторный подъем АЛТ, АСТ, простите, или щелочной фосфатазы в два и более раза против верхней границы нормы, расширение общего желчного протока, отсутствие камней в желчных протоках или других структурных изменениях. И, наконец, функциональное расстройство сфинктера ОДИ панкреатического типа И2 по римским критериям. Панкреатический тип болей, он отличается от билиарных болей, это эпигастральная боль и радиирующая в спину, значит, это очень важно, и радиация в спину. Повышение сывороточной амилазы или липазы выше трех верхних границ нормы, признаки панкреатита по данным УЗИ или компьютерной томографии, при этом необходимо исключить другие причины развития панкреатита, ну и негативное эндоскопическое УЗИ. Иногда выделяют три варианта панкреатического типа дисфункции сфинктераоди, это более старая такая классификация, но она, собственно говоря, не противоречит римским критериям. Здесь просто говорится о том, что вот первый тип – это определенный, то есть доказанный, это вот этот вариант, когда все это есть, все это есть, вы говорите об определенном варианте. Если у нас типичные панкреатические боли, но не все признаки другие есть, то мы говорим о предположительном диагнозе, и если есть только типичные панкреатические боли, ничего другого нет, то это возможный вариант, или это версунгодискинезия. Но это более старые такие варианты, по римским критериям их сейчас в таком виде не выделяют. Обратимся к постхолецистоктомическому синдрому. Вот третье научное общество гастронтрологов России еще в 2005 году предложило такое определение постхолецистоктомического синдрома. Я его не зачитываю, вы его здесь все видите. И здесь важно подчеркнуть, что это синдром, который может возникнуть после холецистоктомии, а могут быть симптомы усугубленной холецистоктомии, те, которые были раньше. А также сюда же включаются и технические погрешности выполнения самой холецистоктомии. То есть получается, что это сборный синдром. И хотя он имеется в МКБ-10, как самостоятельный шифр имеет, в принципе мы считаем, что нельзя в диагностике ограничиваться только формировкой этой из двух слов постхолецистоктомический синдром. Надо всегда ставить двоеточие и дальше его расшифровывать. Дальше его расшифровывать. Вот здесь в методических указаниях для врачей несколько иначе сформулировано манятие постхолецистоктомического синдрома. Оно более такое краткое, но оно, собственно говоря, не противоречит тому, что было в 2005 году предложено. Ежегодно в мире на желчных путях производится огромное количество плановых и экстренных операций. В России так усредненно это, может быть, 400 тысяч, может быть, уже несколько больше. И по данным различных авторов, постхолецистоктомический синдром отмечается от 5 до 40%. И вот сейчас я обещал вот эти цифры. Раньше частота постхолецистоктомического синдрома достигала 40%. Вот здесь я цитирую Textbook of Gastroenterology еще в конце 20 века изданы. А в последние годы, вот скажем, я цитирую рекомендации по диагностике и лечению желчно-каменной болезни, которые изданы у нас в 2016 году под руководством академика Ивашкина, показатель снизился. Ну, разброс тоже очень большой, как видите, от 5 до 15%. Но, во всяком случае, это не 40%. Это не 40%. Персистирующие симптомы после холецистоктомии возникают очень часто. Но они достаточно быстро, ну, скажем, за полгода, они могут исчезнуть. Они могут исчезнуть. Это надо тоже иметь в виду. Как правило, какие филологические последствия холецистоктомии? Нарушение нейронных и гормональных связей между желчным пузырем и сфинктром Одзи. Мы уже говорили о роли холециста Кенина. А также развитие билярной гипертензии с наличием органического препятствия току желчи, потому что у нас может быть поврежден сфинктр Одзи воспалительными изменениями и в результате предшествовавшего еще операции Слач-синдрома, когда выбрасывались кристаллы холестерина и повреждали слизистую оболочку, в том числе сфинктра, в том числе и сфинктра Одзи. Какие патологические состояния выявляются после холецистоктомии? Дисфункция сфинктра Одзи при отсутствии структурных изменений билярной системы. Билярная гипертензия с холестазом и наличием воспаления. Ну и, наконец, сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта. И вот здесь перечислены различные причины постхолецистоктомического синдрома. Вы видите, сюда входит состояние, связанное с ранее выполненной операцией. Вот длинная оккультя, скажем, резидуальные камни, гетерогенное повреждение желчных протоков, рубцовые структуры, свищи желчеводящих путей. Достаточно часто, 20%. Больше это заболевания и патологические состояния, не связанные с ранее выполненной операцией. И здесь очень важно отметить, естественно, хронический панкреатит, рефлюксная болезнь и другие заболевания. Ну вот, есть такая статистика, я думаю, что она несколько преувеличена, особенно, если речь идет о последних годах, когда мы используем, как правило, все-таки лапароскопическую холецистоктомию. Но, в общем, это достаточно частое явление. Могут быть другие функциональные заболевания. Мы уже говорили о коморбидности, но поэтому больше на этом останавливаться не будем. Мы поговорим о более значимых нарушениях. Это нарушение процессов переваривания и всасывания, развитие СИБР и нарушение моторной функции желудочно-кишечного тракта. Профессор Быстровская, это московский гастроэнтеролог, обследовав более полутора тысяч больных с постхолецистоктомическим синдромом, выделила пять клинических вариантов. Вы тоже можете в своей практической деятельности следовать этому выделению этих вариантов. Как видите, чаще всего встречаются билярдно-диспепсические и болевой варианты. Что же касается двух последних, желтушный и вариант Шарко, так называемый, это сильные боли опоясывающего характера с повышением температуры и с желтухой. Эти два варианта сразу отпадают как терапевтическая патология, там органическая причина, нужны инструментальные методы обследования и, как правило, оперативное лечение. Выделяют также еще такой редкий вариант постхолецистоктомического синдрома, как хологенную диарею. Дело в том, что при недостаточном синтезе такого интестинального гормона, как фактор роста фибробластов-19, он переносит через портальную систему деконъюгированные желчные кислоты. Они в большом количестве выделяются скалом, при этом компенсаторно увеличивается синтез желчных кислот в печени, их общее количество возрастает, и в толстой кишке активируется ряд биологически активных систем, которые усиливают секрецию воды и электролитов. Возникает диарея. Хологенная диарея, так называемая, довольно редкий вариант, но написан, и надо иметь это в виду. Осложнение дискинезии. Развитие желчных камней. острый панкреатит. Особенно при функциональном расстройстве сфинтроодзи панкреатического типа. Их, вероятно, способствуют развитию хронического панкреатита. Опять-таки, функциональное расстройство сфинтроодзи панкреатического типа. Синдром билярной недостаточности. При имеющемся пузыре желчном это развитие воспаления в нем. Вторичные изменения печени. Мы уже говорили о возможности стеатоза и последующих стадий неалкогольной жировой болезни печени. Необходимо вспомнить также дуоденогастральный рефлюкс и рефлюкс гастрит. Желч, желчные кислоты токсичных в отношении эпителия желудка. Рефлюксная болезнь. Ну и синдром раздраженной кишки. Обратимся к синдрому билярной недостаточности. Это такой симптомокомплекс, который характерен для многих болезней органов пищеварения и ведущий механизм это изменение количества желчи и уменьшение желчных кислот, которые поступают в кишечник за один час после введения раздражителя. Вот эти патогенез билярной недостаточности. Как видите, здесь очень много причин и дискинезии тоже здесь играют большую роль. И отключенный желчный пузырь, состояние послехолецистоктомии, дискинезии желчного пузыря, дискинезии сфинтраоди, причем дискинезии как первичной, так и вторичной, ну и ряд других заболеваний, в частности поражение печени очень важно как причина билярной недостаточности. Но в контексте нашей лекции мы будем говорить о билярной недостаточности прежде всего после холецистоктомии. Изменяется количество желчи и уменьшение дебита желчных кислот, поступающих в кишечник. И в соответствии с дебитом, который вычисляется по холиевой кислоте, мы выделяем три степени тяжести билярной недостаточности. Когда суммарный дебит холиевой кислоты в пределах до 1,2 мм в час это легкая степень, когда не больше 0,5 мм в час средняя степень и меньше 1,1 мм это тяжелая степень. Здесь приводятся симптомы, они, естественно, нарастают по мере утяжеления степеней тяжести. И важно подчеркнуть, что у нас стеатерея, сначала периодическая, потом постоянная стеатерея. И, естественно, вся симптоматика связана с недостатком жирорастворимых витаминов. В развитии бильярда недостаточности большую роль играет СИБР, микробная контаминация тонкой кишки. Вот здесь такое схематичное изображение этого, о том, как влияет микробная контаминация тонкой кишки. Она вызывает и нарушения моторики, и приводит к преждевременной деконьюгации желчных кислот, а это ведет к мальабсорбции жиров и жирорастворимых витаминов, к стеатереи, а в итоге к мальабсорбции белков, углеводов, витаминов, нарушения процессов пищеварения и всасывания. СИБР это не единственная причина, но это очень важная составная часть развития синдрома билярной недостаточности. Вот здесь еще приведена схемка, как усугубляется билярная недостаточность при наличии СИБР. И практически вот это такой замкнутый порочный круг получается. Надо вспомнить еще и о дуоденогастральном рефлюксе и ГЕРБ. Вот здесь указаны причины дуоденогастрального рефлюкса и как видите при патологии билярного тракта до 90% этот рефлюкс имеет место. Причем он усиливается после холецист эктомии. А дуоденогастральный рефлюкс желчи приводит к развитию так называемого рефлюкс гастрита. Рефлюкс гастрит очень часто в итоге приводит и к развитию ГЕРБ. Мы об этом еще поговорим. Вот здесь этапы формирования дуоденогастрального рефлюкса от формирования скрытой дуоденальной гипертензии стойко изолированной дуоденальной гипертензии со сбросом в желудок и дуоденальная гипертензия со сбросом уже из желудка в пищевод. Формирование рефлюксной болезни. Причем по всей видимости мы об этом уже говорили как-то при нашей прошлой встрече желчные кислоты даже более токсичны в отношении слизистой ободочки пищевода нижней трети пищевода и именно они обеспечивают быстрое развитие пищевода Беррета как угрозы дальнейшего формирования аденокарциномы. пищевода Почему возникает вообще дуоденогастральный рефлюкс? Воспалительные изменения в 12-перстной кишке изменение функции мигрирующего моторного комплекса приводит к нарушению моторики дуоденальная гипертензия а дуоденальная гипертензия приводит к рефлюксу естественно и конечно дискоординация деятельности привратника и 12-перстной кишки у нас привратник сокращается бульбус дуодени расширяется для того чтобы пищевой комок попал из желудка 12-перстную кишку когда дискоординация происходит это то конечно у нас приводит это к повышению давления и конечно же большую роль играет снижение и отсутствие разрувальной функции желчного пузыря в развитии всех этих нарушений и дуоденальной гипертензии в частности ну вот здесь это такая схемка вторичный гастрит здесь может быть и язвообразование потом и рак желудка потому что воспаление начавшись при рефлюкс гастрите в пилароантральном отделе дальше имеет тенденцию к экспансии на тело желудка с развитием в итоге атрофического пангастрита который всегда у нас является предраковым который всегда является предраковым ну мы уже говорили о диагностике здесь при наших предыдущих встречах здесь это схематически тоже указано и напоминаю вам об этом практически золотом стандарте импеданс метрия с суточным паш мониторизм импеданс паш метрия это прекрасный метод который позволяет нам диагностировать различные рефлюксы различные рефлюксы и кислые и нейтральные слабо щелочные и рефлюксы жидкостные и воздушные рефлюксы теперь поговорим о дискинезии желчеводящих путей с точки зрения диагностики в последних рекомендациях названы скрининговые как обязательные методы и методы уточняющие скринингом является обязательные функциональные правы печени мы об этом уже говорили потому что по изменению этих ферментов мы судим о том какой вариант дискинезии у нас имеет место ультрасонография это трансабдоминальная имеется ввиду самая простая и фгдс с осмотром зоны большого додонального сосочка к уточняющим методам относятся УЗИ холецистография МРХПГ или эндоскопическое УЗИ вот это один из самых точных методов диагностики ну медикаментозный тест с холецистокенином малодоступен потому что у нас просто нет холецистокенина что касается инвазивных методик это ретроградная холецистопанкреатография и манометрия и манометрия сфинктера ОДДИ то их сейчас не рекомендуют применять в рутинных исследованиях а только для определения показаний к оперативному лечению в том числе эндоскопическому и в совершенно неясных клинических ситуациях когда необходимо проводить дивенциальную диагностику при неясной причине развития острого панкреатита в частности а так эти инвазивные методы применять не нужно они травматичны они чреваты развитием острого панкреатита и далеко не обязательны при наличии МРХПГ и эндоскопического УЗИ при отсутствии органической патологии и явной наличии явной клинической картин дискинезии желчного пузыря УЗ ультразвуковая холецистография или холесцинтиграфия для того чтобы определить фракцию выброса желчного пузыря если фракция выброса менее 40% это дискинезия желчного пузыря если более 40% то это синдром билярной боли то есть И1 по римским критериям 4 помните римские критерии И1 это билярная боль если фракция выброса больше 40% значит желчный пузырь функционирует нормально и дискинезия его нет УЗ холецистография конечно идеальный стимулятор опять же тот же холецистокинин но его у нас нет поэтому используют сорбит или сорбитол количество я здесь привожу нежелательно использование жирорастворимых пищевых стимуляторов и сульфатомагния это нежелательно это можно это до сих пор делается в частности желтки яйца используются но это нежелательно поскольку реакция на пищевые стимуляторы она индивидуальна и в этом смысле реакция на сорбит она более прогнозируема в норме сокращение желчного пузыря происходит через 30-40 минут после приема стимулятора и фракция опорожнения в норме вот здесь приводится мрхпг эндоузи и при дискинезии желчного пузыря изменения при этих исследованиях не будет а у больных с дискинезией сфинтроиде может быть обнаружено приходящее расширение общего желчного протока или протока поджелудочной железы к алгоритмам обследование больных с дискинезией после холецистектомии относится следующее обязательно комплекс обследований следует выполнять мрхпг или эндоузи после болевого приступа изменения носят приходящий характер их расширяется протоковая система замедляется отток желчи возможно также повышение уровня ферментов и билирубина выявление дискинезии сфинктероадибилярного типа или панкреатического типа при панкреатическом типе возрастает амилаза или липаза эндоузи это лучший конечно метод с точки зрения специфичности и чувствительности видите превышает 98% и это лучший метод для выявления осадка в желчеводящих путях конкременты даже менее 3 мм в диаметре позволяет определить этот метод исследования и это точный метод для обнаружения расширения холедаха органических его изменений и маленьких опухолей что тоже очень важно конечно не нужно забывать и такой старый метод как дуоденальное зондирование к сожалению это не так просто сделать потому что это длительное исследование соответственно дорогое и предпочитают избегать этого исследования под предлогом того что оно устарело в действительности это не так оно вовсе не устарело потому что оно позволяет нам оценить состояние желчи сделать целый ряд анализов желчи ну там где это можно я советую вам этот метод применять здесь конечно указано хроматическое исследование используется индигокармин и мы можем исследовать физикоколлоидные свойства желчи микроскопию желчи биохимическое исследование желчи в том числе кстати и холиевую кислоту микробиологическое исследование посевы желчи и вот целый ряд показателей здесь есть и они будут в зависимости от изменения этих показателей характеризовать концентрационную способность листа оболочки желчного пузыря хронический застой желчи гепатоцеллюлярную недостаточность мы можем обсуждать почему повышена концентрация холестерина в порции B и порции C и целый ряд других показателей так что там где вы можете это исследование делать это весьма и весьма полезно особенно у людей с сохраненным желчным пузырем переходим к вопросам лечения вот здесь излагаются цели лечения они суммационно здесь суммарно представлены восстановление продукции желчи нормальной продукции желчи восстановление двигательной функции желчного пузыря восстановление тонуса сфинтроводи ну естественно двигательная функция желчного пузыря еще до холецистектомии конечно и восстановление давления в 12-перстной кишке ну вот диета здесь стандартные такие рекомендации что нужно ограничить в период обострения вне обострения физиологическая диета а физиологическая диета это как правило это средиземноморский вариант диеты в период обострения полезные вот перечисленные здесь продукты и не забывайте также минеральная вода но она должна быть подогретая и не газированная ну раз вы ее подогреете то уже она не будет газированной естественно да причем только средней или низкой минерализацией по полстакана за 30 минут до еды пищевые волокна также не забывайте это очень важно если человек не получает с своей диетой нужного количества пищевых волокон медикаментозная терапия холеретические противовоспалительные действия целого ряда препаратов спазмолитики препараты УДХК и лечение функциональных расстройств нервной системы вот это принцип и сейчас мы немножко подробнее поговорим мебиверин здесь указан механизм действия мебиверина и очень важно подчеркнуть что он действует только на уровне пищеварительной трубки он обладает низкой биодоступностью что для нас очень хорошо нам не нужно системных действий нам нужно воздействовать на гладкомышечные элементы в частности сфинтер сфинтеродди гемикрамон это синтетический аналог естественного природного соединения которое содержится в плодах фенхеля и аниса и этот препарат интересен тем что он оказывает высокоселективное действие на уровне именно билярной системы особенно сфинтеродди и сфинтер желчного пузыря в начальных отделах тонкой кишки то есть двенадцатиперстная кишка это очень важно применяется дозировки здесь указаны и рекомендация я это подчеркивал за 30 минут до еды надо его использовать это очень специфично действующий препарат именно на билярную систему причем сейчас стало ясно что у него более широкий даже спектр действия чем сказано здесь он оказывает и противовоспалительное действие а также антифиброзирующим эффектом возможно обладает причем не только на уровне билярных путей вот это интересно системность есть на другом уровне также в частности может вероятно этот препарат тормозить по крайней мере есть такие данные они может быть еще не полностью подтверждены тормозить и фиброзирование в печени тоже в какой-то степени пеноверия бромид двойной механизм действия он блокирует кальциевые каналы гладкомычных клеток и подавляет спазм кишечной мускулатуры который вызван рядом биологически активных веществ и кроме того он способен снижать висцеральную гиперчувствительность вот здесь схематично указаны кальциевые каналы L-типа которые как раз блокируют пеноверия бромид селективные холинолитики гиасцинобутилбромид очень хороший селективный холинолитик к сожалению пока он есть у нас только в таблетированной форме во всем мире уже давным-давно его используют и ампулированные он очень нужен как ампулированный препарат вместо тех которые мы вынуждены использовать и опять-таки низкая биодоступность поэтому никаких системных эффектов системные эффекты наступают при колоссальной дозе гиасцинобутилбромида который конечно никогда не реализуется в клинической картине а максимально 60 мг в сутки никаких системных эффектов при этом нет большую роль играет использование нормокинетиков тримебутин он действует на протяжении всей пищеварительной трубки начиная с пищевода и кончая толстой кишкой и в том числе на билярную систему тоже препарат способен снижать и висцеральную гиперчувствительность дозировки здесь указаны сейчас есть пролонгированная форма препарата 300 мг два раза в сутки это значительно удобнее чем троекратный чем троекратный прием ну также могут использоваться блокаторы медленных кальциевых каналов в частности нефидепин именно каналы второго класса нефидепин блокирует нитраты в том числе трансдермальные формы для быстрого оккупирования болевого синдрома прокинетики в частности этаприда гидрохлорид антагонист дофаминовых рецепторов и блокад ацетилхолиностераза их тоже можно использовать их обязательно естественно нам нужно нормализовать состав желчи с помощью урса дезоксихолиевой кислоты и вот здесь вы видите порядок возрастания гидрофобных свойств и нарастания липофильных свойств и при этом увеличивается токсичность и вот наиболее токсичная это литохолиевая кислота и нам нужно чтобы в пуле желчных кислот которые поступают в 12-перстную кишку независимо от того есть у нас желчный пузырь или мы уже его удалили чтобы у нас пул изменился в сторону преобладания урса дезоксихолиевой кислоты над литохолиевой кислотой а если вы вспомните что я говорил в начале урса дезоксихолиевая составляет не более 5% в обычном стандартном пуле желчных кислот вот здесь указана энтерогепатическая циркуляция желчных кислот на фоне приема УДХК и без приема УДХК вы видите что синеньким цветом это УДХК и вот насколько изменяет центрогепатическая циркуляция желчных кислот когда мы начинаем лечение пациентов с применением УДХК ну а в другие желчные кислоты входят в частности и токсичная литохолиевая кислота что же делает урса дезоксихолиевая она снижает литогенность желчи восстанавливает чувствительность рецепторов желчных путей к холецистокенину оказывает противовоспалительное действие не исключается также и антифиброгенное действие в отношении печени тоже а поскольку мы с вами говорили о возможности статоза печени и как начального этапа неалкогольной жировой болезни печени то полезно и действие на саму печень урса дезоксихолиевой кислоты и вот если мы будем использовать урса дезоксихолиевую кислоту то при этом пул этой нетоксичной гидрофильной кислоты в сохраненном желчном пузыре повышается с 5% до 40-63% и уменьшается тем самым удельный вес токсичной липофильной то есть гидрофобной литохолиевой кислоты вот видите насколько мы можем повысить концентрацию удхк в желчном в желчине ну при удаленном желчном пузыре все равно это происходит потому что речь идет о том что синтезируется и выделяется печенью и выбрасывается затем 12-перстную кишку то есть практически на порядок мы можем увеличить пул удхк в желчи следовательно ее использование является необходимым практически у таких пациентов поскольку у них всегда изменен состав желчи или почти всегда изменен в пользу увеличения концентрации токсичной литохолиевой кислоты дозировка указана здесь 10 миллиграмм на килограмм массы в сутки иногда пишут 10-15 ну я думаю что в этой ситуации достаточно 10 миллиграмм когда мы лечим первичный склерозирующий холонгит или первичный билярный холонгит то там дозировки повышаются до 15 миллиграмм но не больше кстати сказать сверхдозы у ДХК не нужны одно время пытались в частности и первичный склерозирующий холонгит то что раньше называлось первичным билярным циррозом лечить гипердозами у ДХК оказалось что это только вредно а вот такие дозы они полезны причем лучше всего применять на ночь однократно дозировку будет зависеть от массы тела причем хочу подчеркнуть что у ДХК и некоторые спазмолитические препараты которые обеспечивают лучший холерез и холекинез в частности гемикромон целесообразно сочетать с у ДХК они действуют синергично и может можно достичь лучшего результата с использованием этой комбинации у ДХК и гемикромон не забывайте также натуральные энтеросорбенты они содержат пищевые волокна и могут измениться отношения факторов мицеллообразования и солюбилизации желчи блокируют всасывание холестерина и за счет этого активируется эндогенный синтез желчных кислот по механизму обратной связи увеличивается их пул и снижается литогенность печеночной желчи то есть условиях бильярдной недостаточности они как раз могут быть эффективны теперь не забывайте также о том что существуют растительные холеретики стимулируют образование желчи истинные холеретики они повышают образование желчных кислот лецитина и вот здесь приведены некоторые растительные препараты я подчеркиваю когда нужно использовать плоды или листья или кора корней цветки зависит от растения продолжения истинных холеретиков видите их довольно много это не только известные кукурузные рыльца но и целый ряд других и в частности желчегонные сборы могут использоваться одну траву не надо долго использовать не больше двух недель потом надо перейти на другую траву потом можно вернуться и к первой тоже также не стоит очень долго использовать желчегонные сборы тоже не больше двух недель один один сбор существует также гидрохолеретики они повышают объем желчи за счет увеличения содержания воды но это минеральные воды опять-таки их надо использовать только в негазированном виде естественно и холикинетики они повышают тонус желчного пузыря и расслабляют сфинктероди ну здесь вот дальше перечислены во многом повторение идет того что уже было названо потому что как правило фидопрепараты оказывают и холикинетический и холеретический эффект редко бывает изолированная и холиспазмолитический эффект также механизм действия растительных препаратов очень сложен включает прямую стимуляцию секреторной функции гепатоцитов повышение осматического градиента между желчью и кровью и уделение фильтрации в желчные протоки воды и электролитов во всяком случае эти препараты за исключением индивидуальной гиперчувствительности какой-то из этих трав или листьев он совершенно безобиден и может использоваться тем более больные любят это тепленькую траву выпить очень приятно иногда бывает теперь белярная недостаточность дисбиоз нормализация функции естественно устранение белярной недостаточности у ДХК прежде всего у ДХК мы уже об этом говорили и если есть СИБР при необходимости деконтаминация кишки кишечные антисептики несистемные антибиотики это в крайнем случае а так кишечные антисептики и единственный имеющийся у нас не всасывающийся антибиотик который не действует на индигенную микрофлору а действует преимущественно на условно патогенную и патогенную это рифоксимин ну и конечно пребиотики пробиотики симбиотики симбиотики могут использоваться это естественно как дополнительное лечение теперь эндоскопическое хирургическое лечение когда показано неэффективность терапии в течение ну разброс опять-таки рекомендуемых рекомендуемой продолжительности этой неэффективности до 6 месяцев рецидивирующий панкреатит вот это более серьезная ситуация рецидивирующий панкреатит доказанный стеноз органический стеноз не воспалительные изменения которые мы можем блокировать использование медикаментозных препаратов а именно органический стеноз ну и повышение давления в панкреатическом сфинкре это тоже чревато патологией поджелудочной железы если же отсутствует эффект от эндоскопической попилосфинктеротомии она используется при билярном типе дисфункции сфинктерооди то тогда производит может быть сделано хирургическое лечение сфинктеропластика и панкреатическая литопластика при панкреатическом типе дисфункции сфинктерооди естественно решение о целесообразности эндоскопического и последующего хирургического лечения она должна приниматься вывод должен делаться при консультации терапевта и естественно хирурга ну и на этом позвольте закончить и я могу приступить к ответам на вопросы благодарю вас за внимание плохо спите это просто ужас примите валимидин с валерьяной пустырником боярышником мятой и усиливающим их компонентом тащи вот это да валимидин новинка вегетрокс скорая помощь при панических атаках активное вещество вегетрокса пророксаногидрохлорид подавляет возбудимость диэнцефальных структур и регулирует тонус симпато адреналовой системы действующее вещество вегетрокса было синтезировано специалистами института токсикологии Минздрава СССР и более 30 лет применялось в клинической практике в 2005 году в связи с закрытием завода-производителя выпуск препарата был прекращен в настоящее время в ответ на обращение специалистов производство пророксана возобновлено под торговым наименованием вегетрокс вегетрокс применяется в качестве симптоматического средства при панических атаках самотоформной вегетативной дисфункции симпато-адреналового типа вегетрокс не относится к психоактивным средствам не вызывает зависимость и привыкание вегетрокс скорая помощь при панических атаках здравствуйте уважаемые коллеги к трансляции присоединяется модератор онлайн-семинар аккредитован в программе непрерывного медицинского образования специальности целевой аудитории приведены на слайде если вы заинтересованы в получении кредитов программы НМО вам нужно участвовать в семинаре не менее 90 минут подтверждать присутствие закрытием фиолетовых экранных баннеров и дать правильные ответы минимум на 3 из 5 вопросов тестового задания которое Виктор Игоревич подготовил на основе материалов своей лекции в случае выполнения перечисленных условий коды подтверждения образовательных активностей будут предоставлены вам в течение 14 дней после завершения семинара вы получите уведомление по электронной почте и сможете скопировать коды в своих личных кабинетах в разделе онлайн-семинары статистика тестирование начнется в 21.30 по московскому времени а сейчас мы переходим к вопросам которые вы написали Виктору Игоревичу в чате пишет Виктория Игоревна добрый вечер Виктор Игоревич сердечно благодарю за цикл ваших высокоинформативных и востребованных лекций возможность учиться и применять услышанное в своей практике вопрос от коллеги которых страдает от постхолецистокномического синдрома уже в течение 6 месяцев основной жалобой остается абдоминальный болевой синдром боль разлетая спастическая в правом подреберье и постоянная диарея после операции проведена магниторезонансная томография брюшной полости патологии не обнаружено диетические рекомендации соблюдает снижение массы тела на фоне диеты составило 15 килограммов принимала холестерамин панкреатин в форме мини микросфер в адекватной дозе мебиверин диосмектит продолжает принимать но все вышеперечисленное не приводит к желаемому результату какова последующая тактика вы знаете очень трудно давать заочные консультации тем более не имея всех данных обследования я не вижу здесь в вашем вопросе не упомянута урсодезоксихолиевая кислота потому что вполне возможно что имеет место билярная недостаточность это один момент другой момент насколько вот вы пишете в отношении диеты но что подразумевается под диетой какие диетические рекомендации может быть как раз они избыточно запретительные ведь нужно стремиться к физиологической диете ну по типу средиземноморской диеты что касается мини микросфер то нужно выяснить насколько адекватна доза если действительно есть недостаточность функции поджелудочной железы каков уровень эластаза один в кале может быть доза была неадекватная а может быть вообще не нужно принимать препараты если поджелудочная железа собственно функционирует нормально кроме того есть или нет какие-то другие сопутствующие заболевания может быть не только пищеварительной системы то есть нужен значительно больше объем информации чтобы ответить на ваш вопрос единственное что я могу порекомендовать все-таки вот сочетание удхк с гемикромоном для попытки ликвидировать билярную недостаточность спасибо искандер файрузович спрашивает какие бы методы снижения холестерина липопротеидов низкой плотности и триглицеридов вы посоветовали если молодому человеку не хочется принимать холестерин снижающие препараты дело в том что холестерин снижающие препараты это статины безусловно и пока что мы не имеем ничего лучшего статина но если холестерин липопридов низкой плотности и триглицериды повышены в незначительном количестве то иногда может оказать эффект препараты псиллиума в частности мукофальк он уже давно зарегистрирован в Соединенных Штатах как препарат который используют для понижения уровня холестерина при незначительном его росте по сравнению с верхней границей нормы ну естественно нужно соблюдать определенную диету хотя это не играет большой роли но естественно яичницу из 20 яиц есть не нужно это понятно я думаю что он и не ест такого количества холестерина костный мозг также не надо есть рогатого скота это тоже огромное количество холестерина потому что мозг плавает в холестерине но в общем жир надо все равно употреблять потому что 30 процентов всех энергетических поступлений должны быть в нормальной диете за счет жира значит еще раз подчеркиваю препараты псиллиума они могут снизить уровень холестерина если он повышен незначительно но значительное повышение уровня холестерина требует обязательно приема статинов спасибо пишет Юлия Вячеславовна спасибо за ваши лекции отдельно за прямоту изложения вопрос практический при механической желтухе и наружном дренировании протоков после операции мы убеждаем пациентов принимать всю вытекающую желчь есть ли какие-либо рекомендации по пероральному приему объем на прием пищи с чем ее смешивать чтобы этот процесс был переносимым переносимость этого процесса индивидуальная и естественно это вы правильно рекомендуете это но никаких специальных методов которые бы улучшили переносимость этого я вам посоветовать не могу спасибо ну этот период ограничен во времени в конечном счете хирурги удаляют да конечно дренажи вряд ли это приведет к истощению пациента я тоже думаю спасибо татьяна викторовна благодарит вас за лекцию спрашивает какие особенности в лечении герб вызванные желчным рефлюксом а именно те о которых я говорил прием удхк для того чтобы улучшить состав желчи и сместить пул желчных кислот в пользу урса дезоксихолиевый по сравнению слитохолиевой потому что наиболее токсична это литохолиевая кислота которая как раз разъедает слизистую слизистую эпителия нижней третьей пищевода так что нужно лечить обычными способами герб в этом случае с добавлением удхк спасибо большое уважаемые коллеги сейчас инженер нашей трансляции откроет доступ к системе тестирования на ваших экранах появится баннер зеленого цвета нажав на него вы перейдете во вкладку с тестовыми вопросами тестирование можно начать сейчас или позднее главное сделать это до завершения семинара на тестирование отводится 15 минут к каждому варианту вопроса нужно выбрать один каждому вопросу нужно выбрать один вариант ответа вот таким вот образом я не показываю вам правильные варианты поймите правильно после ответа на 5 вопросов по материалам лекции пожалуйста оцените общую удовлетворенность содержанием семинара по пятибалльной шкале после этого у вас подсветится синим цветом кнопка готова ее нужно нажать чтобы отправить результаты тестирования если вы хотите поблагодарить преподавателя то это можно сделать с помощью нажатия специальной кнопки в верхней части экрана вот так желаем вам успешного прохождения тестирования и возвращаемся к вопросам которые вы прислали Виктору Игоревичу в чате Татьяна Викторовна так этот вопрос вы уже осветили Татьяна Леонидовна пишет добрый вечер Виктор Игоревич как улучшить отток желчи при сдавлении органов брюшной полости из-за тяжелого кифоскалиоза Все зависит от того подлежит ли коррекции сам кифоскалиоз в данном случае если сдавлены органы за счет кифоскалиоза то тут трудно ожидать какой-то какого-то эффекта от обычных спазмолитических препаратов попробуйте но окажут ли они действие я не знаю здесь нужно обратиться к вопросу о лечении самого кифоскалиоза можно ли что-то сделать в этом отношении Спасибо Александра Александровна пишет скажите пожалуйста нужно ли назначать желчегонные препараты если пациент диету не соблюдает есть лишний вес периодически отмечает дискомфорт в правом подреберье колющие боли после еды по результатам УЗИ органов брюшной полости нарушение кинетики желчевыводящих путей если да то какие будут в приоритете желчегонные и на какой срок Вы знаете надо прежде всего постараться все-таки чтобы пациент во-первых диета это не самое главное я уже говорил что диета даже при таком заболевании как хронический панкреатит она должна быть физиологичной физиологичной это средиземноморская диета ну один из вариантов скажем физиологичной диеты значит надо постараться убедить пациента правильно питаться не столько специальная диета при дискинезиях я приводил рекомендации когда явное обострение есть а так не нужна какая-то особая диета теперь лишний вес естественно надо убедить пациента что лишний вес вреден оно кстати вредно и быстрое похудание сбрасывать вес нужно очень медленно что же касается препаратов то все те препараты о которых я говорил и здесь как специфически действующие на желчеводящие пути это гемикромон это специфический препарат если есть симптоматика со стороны не только желчеводящих путей но и со стороны кишечника то можно назначать другие препараты потому что гемикромон действует только на желчеводящие пути так что тех препараты которых я говорил вы их можете назначать что касается срока то сроки варьируют от месяца двух месяцев с последующим переходом на режим по требованию с возможным повторным курсом препаратов никакого стандартного жестко определенного срока здесь нет спасибо арина сергеевна спрашивает узи желчегонным завтраком насколько информативно или это прошлый век нет я бы не сказал что это прошлый век но во всяком случае сорбитол лучше а еще лучше холецистокинин можно использовать желчегонный завтрак просто это хуже но сказать что это прошлый век и этот вариант надо выбросить в корзину я не могу но в общем сорбитол доступен поэтому я думаю что вполне можно перейти на его использование спасибо надалия дмитриевна спрашивает как лечить хологенную диарею всеми теми же способами о которых я говорил в том числе и препаратами урсодезоксихолиевой кислоты спасибо виктория сергеевна просит уточнить как лучше принимать урсодезоксихолиевую кислоту вместе или после приема курса или после курса спазмолитиками нет как раз очень хорошо комбинировать УДХК с гемикромоном так что эти препараты вполне комбинируют и с другими спазмолитиками тоже никаких здесь противопоказаний в комбинации нет спасибо еще один вопрос Александра Александровна он касается тактики наблюдения и лечения беременных в первом и втором триместрах при повышении билирубина в полтора два раза и увеличении активности АСТ вдвое в отсутствие клинических УДХК спасибо Арина Сергеевна спрашивает какой про и пребиотик лучше при СИБР Вы знаете хотя сейчас мы начинаем подходить к таргетному применению пробиотиков но еще нету таких четких указаний какие именно пробиотики в каких именно ситуациях назначают намеки уже есть ну скажем энтерол при ВЗК это классика это классика и ряд других мутафлор скажем ну он не лицензирован в России это при ВЗК бактисуптил скажем при СРК рекомендуется поэтому здесь я не могу сказать какой пробиотик что касается пребиотиков пребиотиков очень много очень хороший пребиотик это псиллиум опять таки я о нем уже по-моему говорил как-то мукофальк имеется ввиду ну и другие препараты псиллиума пожалуйста инулин великолепный пребиотик его можно применять лактулоза великолепный пребиотик особенно если есть тенденция к запору так что пребиотиков очень много и они как правило не нетоксичны и могут использоваться длительно даже пожизненно допустим у больных с печеночной недостаточностью мы лактулозу или лактилол даем пожизненно для нормализации и состава микробиоты и для нормализации стула у таких пациентов а так стандартные пробиотики они содержат бифиды и лактофлору это и для тонкого и для толстого кишечника очень хорошо применять только надо такие пробиотики где концентрация 10 в 9 степени не меньше есть американские пробиотики 10 в 10 и 10 в 12 даже степени но это редко это очень трудно получить такие пробиотики создать их очень трудно но не меньше 10 в 9 раньше еще года два назад может быть мы использовали пробиотики с концентрацией 10 в 7 степени но это уже пройденный этап так что никаких пробиотиков 10 в 7 степени они разрушаются в большей части еще не дойдя до кишки разрушаются так что вот пожалуйста так есть целый ряд очень хороших пробиотиков вы должны ориентироваться на концентрацию во-первых я уже сказал и во-вторых на ну на фирму которая делает потому что очень трудно сделать хороший пробиотик но еще труднее выпускать его с сохранением заранее опубликованных свойств потому что все микроорганизмы мутируют и надо отбраковывать мутировавшие штаммы а это очень дорогостоящая и сложная процедура поэтому только крупные фирмы достаточно богатые фирмы могут выдерживать заранее заявленные свойства пробиотика на протяжении многих лет поэтому вы и видите наверное что вот фирма выпускает пробиотики он уже лет 10 как выпускается а нового не создают потому что это очень дорогое удовольствие и следить за сохранением его свойств тоже очень трудно спасибо эльвира равиловна благодарит вас за отличную лекцию валерий дмитриевич спрашивает какой курс применения у дкх скажите пожалуйста стандартную схему лечения дискинезии желчевыводящих путей при спазме сфинктера он я уже говорил о схемах лечения поэтому тут это все содержание моей лекции об этом говорит если вас интересуют печатные варианты то это я цитировал рекомендации и давал ссылку на них вы можете это посмотреть они опубликованы в российском журнале гастроэнтологии гепатологии и кованопроктологии ссылка была на одном из слайдов что же касается курса у дхк то он может быть длительным он может быть многомесячным когда мы пытаемся растворить скажем камни холестериновые там где нет бельрубинатов такие камни не растворяются чисто холестериновые камни можно попробовать растворить унцидозоксихолиевой кислотой так там иногда курсы длятся два года подряд и растворяются камни так что никакого стандартного здесь курса нет вы следите если вы хотите ликвидировать сладж скажем у пациента первая стадия желчнокаменной болезни сладж вы не хотите пузырь функционирует вы не хотите его удалять правильно вы хотите его сохранить удхк назначается и контролируется по узи насколько эффективно применение этой дозы удхк на как он влияет на сладж исчезает сладж прекрасно вы значит можете рекомендовать больному допустим по три месяца два раза в год если этого достаточно каким-то больным надо чаще каким-то меньше реже каким-то больным нужно не три месяца скажем а пять месяцев так что все зависит от ситуации при которой вы начинаете лечение удхк и от результатов этого лечения ведь вы учтите что если пациент печень пациента вырабатывает литогенную желчь то она будет всегда ее вырабатывать вы прекращаете прием удхк снова будет преобладание литохолевой кислоты и со всеми последующими эффектами спасибо уважаемые коллеги Виктор Игоревич любезно предоставил конспект своей лекции в формате pdf вы сможете обратиться к нему в разделе онлайн семинары завершенные отсортировать можно по имени по фамилии преподавателя и находиться будет файл с завтрашнего дня в левой части страницы на сером поле вы можете посмотреть и слайды и размещенные в них ссылки Марина Викторовна просит спрашивает о тактике при полипах желчного пузыря единичные полипы маленькие полипы желчного пузыря не требуют никакого вмешательства они требуют только наблюдения если полипы начинают расти или если они большие тогда их нужно оперировать то есть холецисты там есть спасибо даже если они асимптомны да конечно конечно потому что полип может стать малигнизированным полипом если он особенно быстро растет небольшие полипы если тем более они единичные и не увеличиваются в процессе наблюдения с помощью УЗИ то их можно регенерировать спасибо Ольга Владимировна и Лена Анатольевна благодарят вас за лекцию Валерий Дмитриевич спрашивает является ли симптомом дискинезии желчеводящих путей жжения в правой половине спины Вы знаете ответить на этот вопрос можно по разному различные зоны захариногеда так называемые существуют они весьма индивидуальны так что может быть и может это быть симптомом но все-таки должны быть и какие-то другие симптомы я не думаю что жжение в правой половине спины если не сопровождается никакими другими симптомами то прежде всего нужно отдифференцировать нет ли здесь патологии какой-то другой в том числе позвоночника или кишечника опять-таки потому что кишечник есть и с правой стороны тоже почек наконец так что здесь трудно сказать но иногда да иногда бывает необычная радиация и в том числе она может быть и в правую половину спины спасибо Елена Анатольевна Татьяна Юрьевна Надежда Александровна Фарита Семеновна Максим Михайлович благодарят вас за интересную лекцию Александр Александрович повторяет отчасти вопрос прозвучавший ранее как долго можно принимать орсодезоксихолевую кислоту если предельный срок если негативные последствия ее применения и можно ли ее назначать беременным беременным можно я уже говорил при желтухе беременных ее назначают это как раз самое лучшее средство что касается предельного сока практически нет я вам говорил что камни когда мы растворяем если их можно растворить холестериновые камни то до двух лет можно применять что же касается негативных последствий то иногда послабление кишечника может быть ну и как всегда это касается любого препарата это бывает индивидуальная непереносимость ну знаете это любой препарат может быть а так нет этот препарат в общем-то совершенно безобиден единственное что вы должны помнить что если вы применяете УДХК у больных с желчно-кабенной болезнью то поскольку УДХК обладает холикенетическим действием вы можете вызвать движение камня и закупорку и тогда потребуется оперативное вмешательство такое осложнение встречается оно не так часто бывает но бывает это нужно иметь в виду это нужно иметь в виду спасибо Полина Андреевна благодарит вас за лекцию и спрашивает правомерно ли назначать при панкреатическом типе еще и дополнительно ферменты все зависит от функции собственной поджелудочной железы если она снижена и имеет место нарушения синдром мальабсорбции даже минимально выраженный то естественно нужно причем именно в виде мини микросфер только мини микросфер ну или микротаблетки мини микросферы лучше но микротаблетки тоже можно конечно назначать микропилеты если же функция поджелудочной железы нормальная то зачем назначать ферменты спасибо Мария Александровна благодарит вас за лекцию Борис Павлович спрашивает насколько эндоскопические критерии ДГР однозначно могут говорить о дуоденогастральном рефлюксе как учесть связь заброса желчи с 12-перстной кишки в желудок в результате позывов на рвоту в ходе самой эндоскопии и каким методом можно определить дуоденальную гипертензию каким методом можно оценить билиарную недостаточность каковы конкретные показатели которые позволят установить указанное состояние я уже говорил что билиарная недостаточность это снижение пула который обычно считается по холиевой кислоте это можно сделать как раз методом дуоденального зондирования определить холиевую кислоту ее выделение в течение часа это стандартный метод дальше вы просто оцениваете нарушение функции переваривания и всасывания пищей по той таблице которую я приводил где указывалась степень тяжести билиарной недостаточности приводились ее симптомы поэтому если вы имеете эти симптомы то у вашего пациента они есть значит у вашего пациента есть билиарная недостаточность даже без определения пула самой кислоты вы можете по клинической картине ориентироваться на ее наличие или отсутствие и степень ее выраженности теперь что касается дуоденного астрального рефлюкса если эндоскопист который делает ФГДС пишет о том что в желудке есть желчь это и означает что есть заброс желчи из 12-перстной кишки в желудок потому что в желудке желчи быть не должно не должно так что вот это самый простой метод диагностики этого этого рефлюкса ну а естественно можно определять желудочным содержимым содержимое желчи в частности желчных кислот но это более сложные методы которые не применяются так в обычной клинической практике спасибо Людмила Николаевна благодарит вас за лекцию и спрашивает о рекомендациях по лечению синдрома Жильбера ну видите ли какие могут быть особые рекомендации есть препараты которые улучшают ситуацию но применять их длительную скажем тот же фенобарбитал применять их длительно не стоит синдром Жильбера сейчас диагностируется совершенно четко по генетическому анализу поэтому вы можете всегда установить действительно ли гиперболирубин имя связано с синдром Жильбера и надо определенные рекомендации ведь у каждого больного всплеск уровня бельрубина связан или с вирусной инфекцией или с погрешностями в диете или с какими-то стрессовыми ситуациями значит надо объяснять что может у этого больного вы по анамнезу это выясняете вызывать эти расстройства синдром Жильбера раньше считался совершенно безобидным но сейчас ясно что он может приводить это фактор риска в общем развития неалкогольной жировой болезни печени поэтому можно использовать здесь и желчегонные препараты и спазмолитические препараты и ту же урсодоксихолиевую кислоту так что тут вот такой вариант тоже возможен надо иметь это в виду но избыточное лечение это тоже не факт что он хорош значит вы должны наблюдать за этим больным и смотреть насколько часто у него вот эти всплески гиперблирубин имеют место и сопровождаются ли они какой-то симптоматикой или они абсолютно бессимптомные и являются просто находкой при лабораторном исследовании а влияет ли как-нибудь синдром Жильбера на психомоторное развитие молодых людей ну считалось что нет но последнее время есть наблюдение о том что действительно синдром Жильбера более неприятное состояние чем считалось раньше функционально гиперблирубин имея которое в общем не имеет никакого значения так что может быть и имеет спасибо альбина юрьевна спрашивает какие паразиты кроме лямблей приводят к дискинезии ну к дискинезиям могут приводить и другие скажем печеночная двуустка но просто ее слава богу у нас как исключение есть это в бассейнах таких рек как Опер артыш к нам может не попасть конечно но это тяжелое заболевание аписторхоз там скажем да там будет дискинезия но дискинезия уже там не играет роли там очень тяжелые поражения идут и печени вплоть до развития цирроза печени и карциномы печени поэтому тут уже нет дискинезии а лямблиоз как таковой он не вызывает холецистита но он действительно может приводить к дискинезии и способствует формированию воспалительных изменений уже вызванных микрофлорой кишечника а не самими лямблиями спасибо следующий вопрос присланной Ольгой Николаевной вы уже осветили да я говорил о том что здесь достаточно осторожно и надо быть готовыми но правда это редко редко я за всю свою жизнь всего двух пациентов таких встретил у которых применение УДХК вызвало движение камня и закупорку ну их пришлось оперировать естественно и то нужно еще доказать что да что это вызвал УДХК а не сам процесс но в принципе УДХК могут вызвать движение камня спасибо Мадина Исаевна благодарит вас за лекцию Наргиз Марманджоновна также благодарит вас за лекцию спрашивает скажите пожалуйста если у пациента желчнокаменная болезнь хронический холецистит приводится размер камня и стеатоз можно ли использовать УДКХ видите ли а зачем собственно УДХК здесь нужно холецистоктомия судя по тому что вы написали это большой камень который вы не растворите УДХК даже если он холестериновый он указан размер в миллиметрах то есть 1 на 2 миллиметра это большой камень это большой камень большой камень так что я думал что тут нужна холецистоктомия спасибо Ольга Викторовна благодарит вас за лекцию постхолецистоктомический синдром спустя 2 года сопровождается хологенной диареи это возможно и если да чем лечить мужчина 62 лет на протяжении 6 месяцев послабление стула болей вообще нет АЛТ АСТ немного повышены УДКХ принимал до холецистоктомии курс рефампицина пройден частота видимо стула уменьшилась но оформленности нет чем помочь А почему УДХК применялось только до холецистоктомии возможно нужно применять и УДХК после холецистоктомии Спасибо Вячеслав Олегович благодарит вас за лекцию и просит уточнить когда возникает постхолецистоктомический синдром без панкреатита Я не совсем понял вопрос постхолецистоктомический синдром может быть без панкреатита потому что мы же с вами говорили о самых разнообразных вариантах постхолецистоктомический синдром это слишком общее понятие поэтому я не совсем понял что имеется ввиду постхолецистоктомический синдром не всегда сопровождается панкреатитом Спасибо Пишет Ирина Петровна после панкреатодуодональной резекции периодически при больших перерывах приема пищи или стресса и особенно при работе с наклоном туловища вперед у пациентки развивается клиника динамической кишечной непроходимости выраженный абдоминальный болевой синдром помогают только актреатит платифилин и антибактериальная терапия метронидозол или нальпаза вопрос целесообразен ли постоянный прием прокинетиков и профилактическая антибактериальная терапия для профилактики инфекции желчеводящих путей Мне трудно так сразу однозначно ответить на этот вопрос что значит постоянный прием ведь все-таки я так понимаю что у той пациентки о которой вы говорите периоды обострения чередуют с периодом рибиси вероятно надо принимать курсами прокинетики и спазмолитики они помогают насколько вы пишете вы правда пишете через запятую актреатит платифилин они в общем-то по силе своего действия отличаются достаточно значительно и если помогает платифилин то очень хорошо как раз гиасцином бутилбрамид использовать но к сожалению до сих пор у нас нет ампулированной формы и лучше всего курсами а потом в режиме по требованию потом можно повторные курсы профилактические антибиотики особенно системные применять не нужно а вот рифоксимин если антибактериальная терапия действительно помогает и есть сибр или дисбиоз толстой кишки с появлением там условно патогенной микрофлоры то действительно можно применять альфа нормикс курсами скажем 5-7 дней и повторять эти курсы скажем раз в два месяца раз в три месяца это действительно можно или использовать антисептики такие как арсифурил допустим и другие препараты вот метронидозол пожалуйста тоже можно опять-таки курсами лучше ничего не принимать абсолютно постоянно ведь конечно бывает необходимость в постоянном приеме у больного с сахарным диабетом если ему нужен инсулин он будет его пожизненно принимать но здесь мы в такой ситуации когда есть периоды ремиссии и можно не применять препараты или уменьшить их дозу спасибо софья хедметовна благодарит вас за академическую лекцию повторяет вопрос да я еще раз повторяю здесь нужно взвешивать риски нужно взвешивать риски спасибо альбина юрьевна спрашивают влияют ли статины на литогенной желчи статины нет нет они значительного влияния на литогенность желчи не оказывают не оказывают наоборот при неалкогольной жировой болезни печени мы считаем что нужно лечить таких больных статинами существенного влияния нет хотя они могут конечно понимаете литогенность желчи она зависит во многом от функции печени от функции печени статины иногда влияют на гепатоцит вызывают подъем ферментов цитолиза и в этом смысле они могут повлиять на литогенность желчи но это индивидуальная реакция а у тех больных у которых нету признаков цитолиза нету признаков воспаления нету признаков токсичного действия статинов на печень они не должны влиять на литогенность желчи спасибо Михаил Евгеньевич благодарит вас за отличную лекцию и спрашивает правильно ли понимаю что сейчас не выделяются гипермоторный и гипомоторный варианты джвп да 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 сейчас они не выделяются потому что в общем когда речь идет о дисфункции сфинтроодии то речь идет о спазме или уже воспалительном или органическом стенозе поэтому гипер и гипомоторный варианты сейчас не выделяют спасибо и второй вопрос Михаила Евгеньевича есть ли место для такого препарата как аллахол в терапии джвп в настоящее время ну а почему нет мы же говорили с вами о лечении фитопрепаратами и это комплексный препарат он может использоваться эффективность его может быть не очень велика но она существует и я бы не стал отказываться от этого препарата особенно у тех больных которые любят использовать такие препараты ведь здесь и психологическое действие важно вы ведь должны знать что при исследовании препарата когда его сравнивают с плацебо то скажем плацебо 40% эффективности а у лекарственного препарата 60% и это уже лекарственный препарат но 40% то плацебо подействовало так что нет я бы не отказывался от аллахол совершенно безобидный препарат и иногда может неплохо помочь спасибо кстати сказать вот еще к этому вопросу иногда как раз при дискинезии желчеводящих путей могут помочь и гомеопаты хотя я аллопат и не являюсь специалистом гомеопатии но мне известны очень неплохие результаты именно при лечении дискинезии желчеводящих путей гомеопатических средств спасибо юношебанович благодарит за ваши прекрасные лекции спрашивает как вы смотрите на сочетание крестура эзитрола урсофалька ну собственно говоря я никак на это не смотрю я бы не стал такую комбинацию назначать но пожалуйста я не вижу противопоказаний спасибо и Наталья Александровна спрашивает какие из препаратов необходимо назначить в обязательном порядке после выполнения эндоскопических транспопулярных вмешательств есть опасность острого панкреатита поэтому до вмешательства актериатит вводится сам атостатин и после тоже какое-то время нужно вводить а дальше вы уже лечите в зависимости от клинической картины эмхолинолитики сейчас не используются в этих ситуациях более эффективно актериатит конечно можно и эмхолинолитики они будут в таком же направлении действовать но сам атостатин эффективнее и для профилактики острого панкреатита именно его рекомендуют спасибо большое уважаемые коллеги время нашей трансляции подошло к концу очень много вопросов поступило ну извините наши преподаватели приезжают в студию после рабочего дня после занятий со студентами после работы с пациентами поэтому благодарим вас за понимание извините мы не всегда имеем возможность ответить на все ваши вопросы очередной онлайн семинар Виктора Игоревича запланирован 16 апреля тема воспалительные заболевания кишечника одна из самых серьезных областей гастроэнтерологии приглашаем вас к участию до новых встреч всего доброго до свидания до новых встреч в сайт Продолжение следует...